Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Ну что ж, поехали, я уже один бой сделал, это у нас на турнирке, и надо дальше продолжать. Мы с вами упали до Лиги Сабураев 3 звезды, а были в Лиге Сёгунов 2, вот так вот, друзья мои. Ну что же, давайте выбирать Тимур, Александр и Фортнайт. Ха-ха, ну я думаю, что мы наверное возьмем с вами Тимура. Давайте-ка мы Лео возьмем обратно, и начал я кстати использовать 30 уровней персонажей, вот с них, потому что здесь у нас есть Лео. Мы как только закончатся у нас откаты на Лео, будем уже своими силами бомбить, я уже думаю там как раз подтянемся где-то к нашему уровню. Ну что, вертушка естественно, и они все падают, сразу же вам говорю. Все, легкая победа, легче не бывает. Продвигаемся с вами дальше. Блин, ну это ж надо было вот нажать на запись, да, друзья мои, и забыть включить микрофон. Хорошо, что я вовремя увидел, вовремя очухался и, как говорится, успел исправить все это дело. Так, ну что, Лига Сегунов, одна звезда, по-моему, готова меня встретить после этого боя, наверное. Если, если нам повезет, а нам не везет, потому что у нас опять одинаковые кубки, если бы было хотя бы 19, то возможно да. Так, Маркус у нас здесь, Фернанда и Райн. Хм, кого возьмем? Судя по серебру, нам надо брать Фернанда. Так, Лео. Хотя, зачем нам сейчас вот здесь Лео? Мы можем с вами, знаешь, как сыграть? Возьмем, например, Тимми, да, возьмем Шархана. Но тут рискованно, хотя, подожди, 40 уровни, все под контролем у нас, друзья. Я возьму сюда еще, пожалуй, Майкера Лео, ну, чтобы не откатывать Лео. Вот для чего это все сделано. Так, у нас здесь есть Сплинтер, у нас есть Хиллер, да, и в виде Кирби. Ну что, давай бомбанем Шарханом для начала. Так, защиту мы всем понизили. Теперь масс-атаки пошли. Давай. Так, подожди, Кирби, Кирби может, друзья мои, сейчас хильнуться. Надо его хлопнуть, как муху. Быстренько, давай, Тимми. Отлично, молодец, красавчик. Дальше, ага, Сплиттер бафает команду. Ну, друзья мои, баф так себе. Ну, то, что они все под защитой, да, и Монда Гека еще и под уклонением. Так, подожди, с своими гранатами здесь. Так, друзья, Ксивермонтес у меня... Блин. Ааа, что же делать-то? Как быть-то? У меня здесь хила нету. Постепенный урон на Донателло висит. Ядрить тебе на корень? Я даже не знаю, друзья. Ну, давай попробуем, попробуем пробить. Не вышло. Не вышло. Так, Ксивермонтес. Ну-ка, попробуем. Да что ты будешь делать-то? Так, ну что, Шархан, вся надежда тогда на тебя получается. Завали. Получится, нет? Отлично. Хорошо, красиво. Друзья мои, что нам здесь нужно сделать? Монда Гека сейчас будет выделываться. Я знаю, что он положит мне Ксивермонтеса. Он просто сможет это сделать на изи. А что же тогда нам сделать-то? Попробую выстрелить. Ай-яй-яй-яй-яй. Фух. Тимми меня спас, друзья мои. Он меня спас в прямом смысле. Но вот здесь вот постепенно урон висит. Поэтому надо быть очень аккуратным. Так, давай-ка попробуем добить Монда Гека. Шикарно. Так, что же дальше там сделать? Ну, давай вот так вот. Антибаф. Нормуль. Так, Донни, держись у меня там. Не падай. Я сейчас попробую вот так вот. А, да там уже закончилось, елки-палки. Постепенный урон был уже закончен. Ай, увидел поздно. Ну, ладно. Минус. Так, Рокстеди, пора с тобой тут завязывать. Ребята, я вот честно скажу. Вот этой вот каточкой, которую я сейчас сыграл. Просто обалденный риск. У меня постепенно провокация исчезла. Теперь либо мы, либо нас. Ё-моё. Ну. Да хорош вам уже. Ну, серьезно. Давай, Донни. Фу. Нам буквально чуть-чуть не хватило, чтобы кто-то упал. Что до Нателла, что к Севермонте. Сейчас я чудом здесь выжил, друзья мои. Чудом просто напросто. Одиннадцатая позиция. Мы все-таки еще пока не перешли на Северной. Но это ничего страшного. Я вот уже думаю, может быть не стоит так рисковать нам, а? Так, Андрюшка, Крис и Карлин. Андрюшка. Андрюшка, Андрюшка. Флаг тебе в ушко. Я думаю, что, наверное, будем с ним драться. И манал я эти эксперименты. Я возьму обратно Леонардо. Потому что, ну, сами понимаете, эти наши персонажи еще довольно вяленькие, кисленькие. И не смогут за себя сами постоять. Постоянно я буду тут на нервах. Лучше я возьму Леонардо, сделаю вертушку. Они упадут и, как говорится, я буду спокоен. И герои мои будут целенькие. Вот так это все делается. Без всяких компромиссов. Ну что, друзья мои. Вот теперь мы точно попадаем с вами в Лигу Сегунов. Одна звезда. Пока одна звезда. Шикарно. Позиция у нас 86. Я думаю, что мы дойдем до Лиги Сегунов. Две звезды. А может быть даже и до трех. Смотри-ка, опять Фернандо. Опять Райан здесь. И Фрост Байт Фокс. Вот так вот. И возьмем-ка мы, наверное, с вами с... Подожди-ка. Нам выгоднее брать Фроста. Все, беру Фроста. Беру обратно Леонардо. У нас еще с вами два отката есть на него. И отыгрываем вот этих вот героев. Нам нужно добраться до полтинничков. До 50 уровня с помощью Леонардо. Так, ну что. Давай опять вертушку. Я думаю, что здесь уже, наверное, выживет. Нет. Я хотел сказать, наверное, Донателло выживет. Никто здесь не вышел. Все упали. Ну что же. Отлично. Посмотрим, куда нас сейчас переместят. Была 86. Становится... Давай 65. О, 63. Нормуль. Так, здесь мы выбираем Николай, Пресли и Харри. Николая, конечно, возьмем. Так, Лео. Я понимаю, что тебе это не нравится, но надо постараться. Ради нашей команды, Лео. Все только ради нашей команды все это делается. Вот они, мои архарфцы бегут. Ну, опять же, естественно, вертушка от Лео. Поехали. Хобана. Ты смотри, Донателло выжил здесь, а? Но ненадолго. Так, друзья, сразу передвигаемся дальше. Да? У нас там, получается, где-то, наверное, 45-я будет позиция, скорее всего. 40-ая. Вообще замечательно. То есть еще где-то боя 2-3 нам нужно обязательно сделать. Так, Никита, Дмитрий и Оскар. Угу. Ну, тут, естественно, возьмем с вами Никиту. Это понятное дело, да? Полтинники здесь. Смотри, у нас еще очень много... Ой-ой-ой, сколько у нас сороковых уровней? Раз, два, три, четыре. Друзья, это очень-очень напряженно будет. Ну, здесь-то, конечно, здесь-то мы выиграем. Это понятное дело. Но у меня еще очень много персонажей слабеньких. А героички-то уже полтинники. Так что, как мы здесь будем с вами играть, даже ума пока не приложу. У нас есть доллары, но я не знаю, хватит ли нам на 10 откатов. И стоит ли вообще сейчас их тратить? Нет, денег у нас маловато. 186 доллара, я вижу. Так, позиция у нас становится 16-ая. То есть еще один бой, да? И мы в Лиге Сегунов 2 звезды. Это уже замечательно будет. Так, ну что у нас тут Николай опять, Мартин и Альберт. Плюс Николай уже сразу 55-54 уровень, да? Персонаж у него. Ха! Я возьму Мартина. Угу. Он будет послабее немножко. Так, Лео, тебе я взять не могу. У нас есть еще, правда, Зэк. Возьмем Зэка. Возьмем... Так, Армагона я возьму. И... Как же опасно их брать-то всех, а? Вот эту вот пятерочку бы мне отыграть. Точнее, даже 6 персонажей. И было бы шикарно. Тут уже как-то более-менее спокойнее было бы. Что я могу здесь предложить? Ну, давай вот так вот попробуем. И еще одного какого-нибудь крепыша возьмем. Ну, это будет карайка обычная. Будем помаленьку-полегоньку брать слабых персонажей в наш отряд и отыгрывать их. Так, что у нас здесь? У нас здесь опасно. У нас здесь есть Монда Гека. У нас здесь... Так, давай-ка. Массовые. Для начала всегда, друзья мои, массовые атаки. Хиллер у них только один. Но я думаю, что он не успеет ничего сделать, потому что Армагоша сейчас всех просто-напросто прихлопнет. К тому же я ему сегодня поднял 2 уровня. Поэтому он красавчик. Ну, что же, неплохо сыграли. Давайте двигаться дальше, смотреть. Так, мы в Лигу Сегунов. Ага, 2 звезды влетели. 92 место. Это пока. Так, кого нам выбрать? Оскар, Дмитрий, Сергей. Ну, возьмем, наверное, Серегу. Хотя у Оскара... У Дмитрия, точнее, больше серебра. Но здесь меня подкупает уровень. Ладно, берем. Берем. Беру я Бакстер Стокмана, Донателла. Возьму, пожалуй-ка, Ванюшку и двух простачков. Кого бы мне взять? Давай я возьму, наверное, морзильную кошку и Шархана. Ой, Шархана. Хана. Обычного Хана. Друзья, какой Шархан может быть? Елки-полки. Заигрался уже совсем. Так, ну что? У них инициатива, да? Превышает. Ладно. Мы понизим им защиту. Так, ну что? Да хорош ты у ворот свой делать здесь. Давай запустим волну. Угу. Сюрики. Так, замечательно, да? Хиляется. Ну, понятно. Бибобчик будет делать отхил. Естественно. Так, нам пока этого не нужно. Мы, пожалуй, ускорим свою команду. Через морзильную кошку. Дальше пулемет на очередь от Ванюшки. Так, нужно вот этих вот охламочков нам добить с вами. Вот этих двух. Ну, этого, вот этого. Подожди-ка. Хм. Ладно, попробуем Доню уложить. Замечательно. Так. И выпускаем маузеров. Остается у нас в живых только никто. Я думал, что Бибоб выживет, потому что у него было уклонение. Но, как видите, маузеры его прокусили. Достали. И это очень хорошо для меня. Так, мы с вами перемещаемся на 70-ю позицию. Шикарно. Так, Дима с Харри и Андерсон. Ну, я думаю, что, наверное, мы возьмем с вами Андерсона, да? Два серебра. Плюс уровень подходящий. Да, начнем с него. Беру железноголового в мою команду. Криса Брэдфорда и... Так, ладно. Рокзарчик. Давай-ка мы подумаем, чтобы нам... Друзья, я рискну, наверное, все-таки взять вот этих двух персонажей. Риск большой, конечно. Но я думаю, что Рокзар меня не подведет. А остальные ребята все-таки смогут разбомбить их тут всех. Так, начинаем с провокации, само собой. Но не забываем, что у них есть массовые атаки. И особенно нам нужно быстренько избавляться от Леонарда. Очень быстренько. Так, бомбим ракетами. Замечательно. Так, Рокзар пока стоит. Он и будет стоять. Массовая атака от Дони. Пока стоим, терпим, друзья мои. Ну, давай вот так вот. Телепацией. Минус Дони. Так, этого Донателла я, наверное... Слушай, нет, я скорее... Подожди. Мне выгоднее уничтожить вначале Донателла. Воу, воу, тихо, тихо, Лео. Ты что, ё-моё, блин. Вот понадеялся, называется, на него. Вот этого я и боялся, друзья. Вот этого я и боялся. Ё-п-р-с-э-тэ. Что ж ты будешь делать? Я так понадеялся на этого Лео. Фильм. А он меня подставил. Он меня подвёл. Господи, он не смог просто Донателла ушатать. Я офигею, блин, с нашего этого Лео. Я ведь так и думал. Я хотел вначале, думал, подбить Рокстеди. Потому что у него есть поджог с постепенным уроном. Ну, думаю, ладно, сейчас положим Донателла для начала, чтобы он не бросил свои сюрикены. И потом уже Рокстеди добьём. Угу. Добили. Вот так вот. Подстава за подставой называется. Да и Эйприл тоже хороша. Не могла выстоять чуть-чуть. Так, ладно. Роса, Сергей и Оскар. Так, Серёга, ты меня нервируешь. Давай я, наверное, буду с тебя начинать. Так, берём, значит, Змейка Вьюна, Змеюка Рай. Возьму сюда Паукуса и Нейтрализатора. А вместе с ними возьму-ка я, пожалуй, Монда Гека. В этой пачке у меня провокатора нету, поэтому у Монда Гека, грубо говоря, подставляется под расстрел. Начнём с массовых. Угу. Замедляшка. Так, тихо, тихо. Давай, давай вот этот вот удар сделаем. Отлично, отлично, друзья мои. Так, нам нужно в любом случае сейчас уничтожить Рокстеди. Попытаемся, попробуем. Ну, Монда Гека, красавчик. И добиваем с вами Бибоба. Всё. Слушай, ну тут вот команда, конечно, молодец. Сыграла отлично. Я думал, что Монда Гека сейчас просто распишут по полной программе. Но они даже не успели никуда сходить. Фух. Слушай, в Лигу Сёгунов попадём сегодня в три звезды или нет, как думаешь? Мне очень хотелось бы. Так, значит, Францеско. Франческо, наверное, скорее всего. Так. Чё там? Джорджус и Ром. Угу. Ну. Судя по всему, мне нужен Джоргас. Или Георгас. Вот так вот как-то, наверное, правильно будет. Не понял. Погоди-ка, друзья мои. И это всё, что у меня осталось? У-у-у. Как всё запущено, друзья мои. Как тут всё запущено. То есть у меня остаётся потом только Раф, Майки. И... Ха-ха. Ну, не знаю, друзья. Давай я попробую тогда, наверное, сейчас отыграть уж тогда. Возьмём вот так вот, да? И вот этих вот. Раз, два, три. Господи. Я не знаю, что из этого получится. По-моему, сплошная каша сейчас будет из трупиков. Ха-ха. Ну, опять же, если Рафаэль успеет встать в провокацию, да? То, возможно, мы ещё здесь выживем. А успеет ли он? Как всегда, нет. Как всегда, Майки его опережает. Да ещё и два раза ходит. Ну, ты посмотри, а. Так, Рафаэля мы вставим в провокацию. Ну, и понеслась, как говорится, душа. Ой, кого ты бьёшь? Он же сейчас... Смотри-ка. Блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Так, хиляться. Ну, да, давай захиляемся, потому что... Правда, отхил такой будет никчёмный. Так, он ещё и бафается. Ё-поросоты. Вот этого Гаврюшу нужно нам как-то истребить, если честно. Бакстер Стокман здесь очень опасен. Так, ну что, давай добьём, наверное. Отлично. Сможешь, Крип, подбить его или нет? Давай вот этим вот ударом. Хотя бы постепенно урон повесил. Это уже хорошо. Так, ну что, я думаю, надо нам... Блин, я не знаю. Давай добьём. Добьём Бибопа. Попробуем сейчас ударить Рафаэля. Поехали. Отлично. Ага. Не упал он всё-таки. Смотри, а вот теперь готов. Ну и остаётся Спринтер. Твою же маковку. Ааа, мне никак не сделать, друзья мои. Ну давай пнём мячик. Сейчас ответку получат, смотри. Ааа, нет. Почему-то он не даёт ответный удар. И мы его добиваем, естественно. Ух. Слушай, ну это чудесно, что мы отыграли вот этих персонажей. И никто у нас не погиб. Мне это очень хорошо заходит. Так, ну что же, у нас с вами последний заключительный бой на арене. Я думаю, этого будет достаточно, чтобы перейти в Сёгун. Три звезды. Очень я этого хочу. Смотрим по кубкам. Вот у нас Андерсон опять же, да. И как раз он встречается с моей имбой. Ну, как сказать с имбой? С полуимбой. Тут, конечно, всё совсем не до шуток, если честно. У нас с вами ещё два бойца-не-бойца. Это именно Муха и Кирби. Ну, вы понимаете, почему я это сказал, да? Начнём вот с этого удара. Надеюсь, постепенный урон повесит. Давай, Усаги, не подведи меня, родной. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Как смачно, ты посмотри. Так-так-так-так, тихо. Сейчас каждый сходит, да? Блин, я, наверное... Подожди, что сделать? Отхил, отхил. Наверное, надо... Давай хиляться, фиг с ним. Так, кто там будет следующий ходить? Крис. Потом нейтрализатор. Блин. Я не знаю. Ну, давай так сделаем. Так, он одуплился. Что нам сделать? Я, пожалуй, ещё хильнусь. Мне нужно, чтобы крысиный король выжил. Так, вызываем орду крыс. Ага. Изи, ребята. Ну, это просто божественно сейчас было. Вот, смотрите. Какой всё-таки классный удар у нашего Усаги. С постепенным уроном. Ну, это просто крутенько. Я не могу даже, знаете, насладиться его ударом. И мы переходим с вами в Лигу Сигунов Три Звезды. 92-я позиция. Ну, вы понимаете, да? Что больше мы с вами не можем драться. Потому что у нас закончились все герои. На ареночке. Но всё-таки неплохо. Так, переходим с вами куда? Ну, естественно... Во-первых, я хочу зайти в магазин. Мне нужно зайти в магазин и посмотреть. Так, у нас с вами 111 монет. Кого мы с вами будем здесь всё-таки приобретать? Так, эти у нас все. Ну что, будем тогда копить на Шинигами. Давайте, друзья, будем копить на неё. Нам нужно её повышать по уровню. Боец, я вам скажу, она неплохой. Так, и бежим на испытание. У нас не пройдена городская война. Свет в темноте. Я больше уверен, что сегодня мы всё пройдём. Но зависит от того, кого нам дадут. Давай-ка глянем. А дают мне... Ой, красотулечки. Всю имбу. Это говорит о чём? О том, что мы сейчас пройдём. Это испытание просто на одном дыхании. Ну ты посмотри, какая красивая команда у меня здесь. Пускай зэка нету, но нам он и не нужен, в принципе. У меня здесь Усаги. У меня здесь Лео. Это два бойца с офигенным уроном. Плюс провокатор. Это Рафаэль. Рафаэль, кстати, железноголовый. Тоже у нас провокатор. И два хила. Это Майки и Лео. Ну что ещё нужно нам, ребят? Больше ничего. Всё есть. Крит, баф. Провокация. Вообще шикарная. Шикарная команда. Я ничего не могу сказать. Ну что же. Тогда двигаемся с вами дальше. Ну, первое испытание, конечно, легко. Второе тоже. И третье будет лёгенькое. Ничего страшного нету. Самое интересное начнётся где-то на эпизоде седьмом-восьмом. А это всё проходится на одном, друзья мои, дыхании. Не то что дыхание, просто проходится на автобое. Я даже могу здесь не подключаться. Единственное, что я могу вам предложить вот в таких моментах, это вырезать. То есть начинать уже трансляцию, когда будет, например, восьмой-седьмой эпизод. Если вы скажете, что да, давай, я так и буду делать. Потому что, ну, вот это, вот это, я думаю, вам неинтересно смотреть, когда у нас всё идёт на изи, тем более на автобое. Тут, сами понимаете, сплошная разборка. Ну, правда, занимает это, конечно, не так много времени. Сколько там? Ну, минута, две, три максимум. Ну, как они действуют, а? Слаженно. Просто красавчики. Просто каждый удар, один трупец. Молодцы, ничего не могу сказать. И меня, знаете, что удивляет? Вы видели, когда Микеланджело взлетает? С какой скоростью нужно крутить свои нунчаки, чтобы так взлететь? Короче, карточку ДНК на Острозуба получили. Пошлите теперь за Ханом. Я надеюсь, у нас сыра-то хватит. Да должно, по идее. Сыра нам должно хватить. Так, автобой. Мы же, кстати, можем, по-моему, что-то ещё пофармить с вами, да? Если сейчас всё пройдёт у нас отлично. Мы на прошлом испытании. Вроде можем что-то там пофармить нам нужное. Если, конечно, получится так. Добиваем. Какая там последняя заключительная волна? Ну, здесь, естественно, стоит Хан. С этими киборгами-самураями. Так. Просто укладываем их всех на боковую. Без каких-либо проблем. Так, двигаемся дальше. Ну, давай, давай, давай. Не юли. Не нервируй меня, муля, как говорится, да? Ну, что ж, ДНК на Хана мы получили. И дальше у нас идёт ДНК на Рокзара. Ну, Рокзар у нас полностью прокачан. Поэтому, естественно, эта ДНК полетит сразу же на распыление для сюриков. Ну, давай, чё, стоим тут, лыбимся. Приступаем к бою. Так, ну что, значит, у нас ещё, друзья мои, намечается в ближайшее время, практически там, за недельку мы, наверное, Армагош подтянем, да? Ближе к 80-му уровню. И тогда у нас вообще будет команда Отпад. Ты прикинь. Армагон, Усаги, Лео, Раф, Майки, Железноголовый. Потом только надо будет ещё до 80-го уровня прокачать Зека. Потому что вот Крис Брэдфорд, ну, я не вижу в нём, друзья, надобности, чтобы качать его до 80-го уровня. Естественно, потом придётся. Ну, в нём ничего такого особенного нет. Он может только бафать на защиту, да? Может повесить, конечно, контур-атаку, но это очень редко. И может делать пробивной удар, опять же, по единичной цели. Нету ни одной массовой атаки. Хотя, если брать в расчёты Майки, у него тоже нету массовых атак. Вот у этого. Но зато у него есть суперуклонение. Баф на уворот. Это тоже очень имбовая вещь. Тем более, я знаю прекрасно, что она меня спасала в таких ситуациях. И на боссах очень сильно помогает. А от Криса Брэдфорда на боссах, я думаю, что мало будет какого-то толку. Я думаю, что вы в этом плане со мной согласитесь. Так, ну что? Минусуем тут всех подчистую. Переходим на третью волну. Кто там у нас? Рокзар. Ага. Саблезуб. Киборг-самурай. Ну и маузеры. Красиво сейчас было. Так, уничтожаем. Рафаэль, вот незачем надо было свою провокацию сюда ставить. Она ни к чему. Ты и так здесь мог бы справиться. Так, и у нас последняя заключительная волна. Тут у нас Бакстер Муха я вижу, да? Бибоп. Опять же, эти кланфутовцы и самурай-киборг. Бибопа просто на удар. Даже Муха и то выстрелила. А, нет. Нет. У Саги не позволит, да? Причем, заметьте, друзья мои, мы без бафа сразу автоматически получаем на некоторых персонажах двойную атаку. Это ли не имба? Это имба, друзья. Это постепенный. Это постепенный. Это, как тебе сказать, это не постепенный. Это у нас у Саги есть скилл, пассивка. Которая может повесить на наших друзей, короче, двойную атаку. Там шанс срабатывания не такой большой, но все-таки, как видели, она срабатывает. А если мы ее прокачаем до шестой ступени, то она будет практически всегда срабатывать. Так, ну что, друзья мои, давайте дальше на автобое. Тут всего четыре волны. Маузеры нам не помеха. Зачем он так сделал? Я не понимаю, Майки. Применил свою супер ульту. Но ульта у Майки мне не нравится, если честно. Вот бесит просто-напросто вот эта вот дымовая его бомбочка. Ну вот зачем-то Раф это тоже сделал. Зачем он тоже применил ульту? Не знаю. Так, тут у нас киборги-футовцы, да? С какими-то рапирами, с булавами. Ладно, с ними мы сейчас разберемся. Ну ладно, фиг с ним, пускай будет провокация. На следующий уровень потянем. Ушатали. Переходим с вами на третью волну. Здесь у нас кто? Хан и Рокзар. Ну, вы сами знаете, что мы с этими ребятами делаем. Видите, вот, Усаги. Плюс двойная атака стоит также на железноголовом. То есть и есть смысл, да, у нашего Усаги прокачивать скилл. Да, пассивный. Ой, Рокзарчик, это ты хорошо, что взял провокацию на себя. Мы быстрее тебя так забомбим. Ха-ха-ха. Давай. Опа. И нет его. Так, ну, Хан здесь тоже нам не в указ. Мы его сейчас быстро разберем. Да что ты выделываешься-то? Вообще промахнулся. Все. И там мы видим Бибоба, Рокстеди и Бакстер Муха. Так, ну-ка. Красиво. Красиво Усаги сейчас сделал. Так, 65. Ну, ну, зачем? Ну, лучше бы ты двойной атакой просто бомбанул и было бы все четенько. Так, минус Бибоб. Муха тут выделывается. Мы весим, весим, мы вешаем на себя уклонение. Так, идет наказание. Ха-ха. И все, добив... Добивочные, друзья мои. Да. Остается всего лишь два эпизода впереди. И мы с вами получим ДНК на Шреддера классику. Рокстеди. Кстати, вот Рокстеди вот этот мне нужен был. Он у меня не прокачен. Вот этот вот. Так, ну что же. Эпизод седьмой. Здесь у нас разыгрывается Шархан. Шархан у меня, друзья, полностью, как говорится, по фулочке. Остается ему только лишь поднять ранг в платиновый. Поэтому ДНК особо на него мне не нужны. Ну, естественно, только лишь для того, чтобы распределить. Испылить их на Сюрике. Давай, 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 давай. Ну, что же вы? Наказали. Тоже наказали. Рафаэль встает в провокацию. Правда, не знаю, зачем. Ну, ладно. Целее будет наш команд. Так, тихо. Вот зачем сейчас сделал железноголовый выстрел? Ракетами. Ума не приложу. Так, Усаги шутить не любит. Не смог справиться, смотри-ка, с Маузером. Семьдесятого уровня. Что-то они стали применять все свои суператаки. Зачем это надо было делать? Так, хорошо. Этот... Это потенциальный труп уже. У Усаги включилась месть. То есть, месть, это если кого-то из наших ребят обидят, да, или кто-то бомбанет вражину, Усаги тут же сразу подключается. Так, Майки ставит уклонение. Вот так вот. Ладно. Хорошо, друзья. Так, у меня Рафаэль до сих пор еще стоит в провокации, как мы видим. Каждому досталось... От Рафаэля каждому досталось по зубальнику. Так. Хорошо твой делался. Да, вот она, великая сила уклонения. Они даже попасть по нам не могут. Фух. Да успокойся ты, господи. Так. Падает, нет? Падает. Так, Усаги на дорожку решил пробафать нас. Ну что же, неплохо. Ну, такой баф. Относительно, друзья. На кого он там повесил нас? Контратака стоит на Майке. А вот, кстати, смотри, что он сделал. Хан, он понизил нам защиту в данный момент, да? И у кого-то еще, по-моему, пониженная атака. Пониженная атака у нас... Воу. На Лео, да, висит. На Майке. На Железноголовом. Это плохо. А вот зачем Железноголовый на себя еще сейчас взял провокацию в такой вот ситуации в данный момент? Не пойму. Ну, его сейчас могут просто уложить. Так, этот делает уклонение. Опа, Рафаэль берет провокацию. А, нет, это ярость Рафа. Так, плюс уклонение. Слушай, ну, есть шансы, что мы здесь вообще ничего не получим, даже урона. Ай, тихо. Да что ж такое? Ты смотри, какое у него, друзья, уклонение у Бибопа. Мы даже пробить его не можем. Так, валун летит. Промахивается. Ой-ой-ой, смотри. Не можем просто пробить с вами Бибопа. Вот это да. Вот это жесть. Ты посмотри. Я офигею. Это что у него там? 150% уклонение, что ли? Просто не получается и все. Наконец-то ушатали, а. Да, вся команда, считай, сделала ход в круговую, да. И мы не смогли его пробить. Четенько, конечно, надо будет насчет этого посмотреть. Так, ну что, по-моему, пора прощаться нам с Рокстеди. И переходим на пятую, заключительную волну. Поехали. Вау, с удара. Так, двойная атака. Нормулька. Добили. Так, что? Суператаку, да? Делать шреддер? Оу, ничего себе. Пробил маленько все-таки. Они что-то все у меня на Рафика. А, Рафаэль, потому что в провокации стоит. Вот оно что. Ладно, я думаю, им недолго здесь плясать осталось. Минус Шархан. Так, Муху добей, пожалуйста. Ай, не вышло у тебя. И остается шреддер. Ну все, шреддеру хана, друзья. Это как пить дать. Отдуплился. Фух. Ну что, теперь погнали мы с вами на последний эпизод. Где разыгрывается у нас ДНК на шреддеры. Так, тигриный коготь получен. Четенько. Вот. Вот здесь уже серьезный будет бой. Потому что, друзья, 85 уровень у всех. 85 уровень. Прошу заметить. Поехали. Пять волн. Фух. Но ручки. Не подведите меня. Поехали. Будем сейчас бафаться по полной программе. На уклонение, на урод. Все, что у нас есть. Молодец, Раф. Поехали. Нечего тут сюсюкаться с этими хламонами. Ух ты. Пробивают. Пробивают меня даже в уклонении. Ты прикинь? Это уже не смешно. Давай-ка тогда еще пробафаемся. Может, что-нибудь хорошенько повесим. Ну-ка. Шикарно. Очень шикарно, друзья мои. Так. Теперь я не буду на них больше любоваться. Начинаю включать. Ярость черепашек. Молодец, Майки. Усаги не отступает. Раф добивает. Давай добьем этого тверя хламона. Так. И поехали. Раз. Так. Двойная атака. Да. Плюс под крит. Ой. Замечательно идет. Так. Успокойся. Рафик добей. Нормуль. Так. Это только первая волна, друзья. Первая волна. Добиваем. Шуга. Так. Двигаемся. Вторая волна. Опять эти же киборг-самураи, да? Понятно все. Вертушку тратить не собираюсь. Я на этих хламонов перебьються. Мы пока так вроде бы справляемся. Вот этого нам нужно бомбить. Майки. Раз. Два. Ух. Так. Добивочный. Нет. Давай, наверное, я его добью все-таки. Угу. Так. Так. Кого нам бомбануть? Ну, давай вот этого вот попробуем. Хуча. Так. У нас... У нас уклонения уже нету, да? Оно закончилось. Ладно. Так. Подожди. Вот этого нужно. Двойная атака на майке вести. Это хорошо. Что он там делает? Ага. Лучами бьет. Раф не добил ты его пока еще. Так. Усаги уделал его. Ооо. Что нам сделать? Нет. Не будем пока мы ярость с вами врубать. Это незачем. Ну, добей его. Молодец. Железноголовый. Так. У нас здесь Рахзар, Муха и Саблезуб. Хм. Рахзара по-любаську нужно пробить. Ой-ой-ой. Не получилось атаку, если. Ай, майки не сможешь, да? Смог. Красотуля. Так. Теперь давай, наверное, будем бомбить Саблезуба. Мы ему... Мы ему, кстати, заблокировали способности. Так. Тихо, тихо, тихо. Блин, опасно. Ладно, я встаю в провокацию. Потому что у Железноголовы очень мало здоровья. Сразу отхилимся. Маленечко, да? Вот так вот. И погнали. Ой-ой-ой-ой. Можно баф повесить на нас? Баф. Можно... Давай бафанемся маленько. Фиг знает, что он там повесит на нас. Но, я думаю, хуже не будет. Вот сюда жалко, конечно. А вообще-то он у нас и так контратаку врубает на автомате. Так. Муха, ты запарил уже там хиляться? Хил за хилом врубает, а? Ох, Рафик в гневе. Правда, у него атака пониженная. Вот поэтому мы наносим не такой существенный урон. Так, ладно. Сейчас мы с вами избавимся от саблезуба. Дальше будет попроще нам. Все. Муха навозная, я тебя сейчас прикокошу. В первую очередь. Ты меня нервируешь. Очень сильно. Так, давай. Ай, елки-палки. Цель сбилась. Давай. Начинаем бомбить эту муху навозную. Так. Что-то там. Ответь ему. Вот так. Да, ты посмотри, он... А, елки-палки. Я думал, что он хиляется и хилит. Думаю, сколько он может хиляться-то? Он просто свою пробирку бросил. Ну. Что ж ты... Вот. Так, друзья, сейчас мы пойдем к Шредеру, верно? Верно. Погоди-ка. А, это только четвертая волна. Нет, я ошибся, друзья. Только лишь четвертая волна. Давай сделаем, наверное, вертушку с вами. Ммм. Даже так? А ну-ка. Иди отсюда. Вот сейчас мы вешаем с вами уклонение. Оно пригодится нам. Бомбить пока не стоит. Просто попробуем пробить своими силами, друзья. Отлично. Заблокировали способность. У нас хил еще есть. Насколько я помню, у Леонарда мы не тратили. Его. Давай добьем. Так. Рок, стыди. Нам тут тоже, честно говоря, не нужно. Потому что он сейчас больше чем уверен будет свой огнемет употреблять. Что нам взял? Давай вот этот удар попробуем. А, он же не прокачанный. Ай. Надо было первым бить. Первый у нас до пятой ступени. Опа, 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 опа. Ого. Ого. Сколько он хп-шек-то отобрал. Так, друзья. Теперь в любом случае нам придется хиляться. Хочет этого или нет. Лишь бы нам успеть. Так, успели. Мы с вами успели. И неплохо так хильнулись. Ну что же. Вешаем на себя баф. Потому что следующий бой у нас будет со Шреддером. Ох, как прикольненько мы с вами пробафали здесь. И вот она последняя волна. Жесткая. Вот он. Архаровец. Кстати, эту волну, друзья мои, я по-моему не проходил. Или проходил. Не помню. Хоть ты тресни. Точнее не волну, а вообще вот это испытание. Проходил я его полностью? Или же нет? Так. Ох ты жулик. Что? Блин. Я возьму, наверное, друзья. И если он сейчас будет применять массовые атаки, тут даже это не поможет. Поехали. Попробую повесить на него постепенный урон. Ну. Так, постепеночка повесилась. Теперь делаем вот этот вот удар. Пол хп уже отняли. Замечательно. Поехали. Теперь так сделаем. Супер атакой. Слушай, я думаю, что он сейчас будет что-нибудь активировать. Наверное, лечение. Нет? Ой, е-мое. Как он жестко бомбит. Ты посмотри. Провокацию взять можно, в принципе. На Рафаэля, да? Переключаемся на провокацию на Рафика. И попробуем вот так вот сделать. Твою же налево. Я хиляюсь. На всякий случай. На всякий случай нужен отхил здесь. Уклонение. Сейчас буду все активировать здесь. Что можно. Ну. А, Юсаги. Блин. Ну, не хватает маленько. И все. Хоть ты тут тресни. Смотри. Сейчас он так. Во. У него все спало. Изи. Слушай, я это испытание, по-моему, друзья мои, не проходил полностью от начала до конца. Так что, теперь я могу нас поздравить всех. И получаем с вами ДНК на Шредера. Ну, что ж, друзья. На сегодня, пожалуй, и все, что могли мы сегодня сделали. Будем прощаться. И увидимся уже в следующей серии. Так что, всем удачи. И до скорых новых видосиков. До скорых новых видосиков.